Обо всем по порядку. Новое медицинское оборудование не везде используют эффективно. Такой вывод сделала специальная комиссия при филиале партии Нуратан после проверки ряда городских и районных больниц и поликлиник. Подробности в нашем материале. Просторные чистые коридоры и современные кабинеты на ремонт медицинских организаций в 2017-м из государственной казны выделили больше 132 миллионов тенге. Еще 452 направили из местного бюджета. В жизнь воплотили 20 проектов. Насколько качественно сделали реконструкцию проверила специальная комиссия. Областной противотуберкулезный диспансер. Вот тоже почему нас заинтересовал, потому что капитальный ремонт на очень большую сумму 99 миллионов тенге и потом еще 7 миллионов 120 тысяч тенге добавили. Значит пошли мы посмотрели. Ремонт хороший, ремонт выдержанный. Видно, что поработали очень хорошо. Очень хорошее качество работ. Все сделала в срок. Зато в Козложарской центральной районной больнице за неделю до окончания реконструкции была освоена лишь половина средств. А на ремонт детского и гинекологического отделений там выделили 46 миллионов. Это недопустимо, говорит Юрий Белонок. Управление здравоохранения должно было проконтролировать ситуацию. Большое внимание уделяют и техническому оснащению медучреждений. На покупку оборудования в этом году потратили 1 миллиард 225 миллионов тенге. В больнице закупили 136 новых аппаратов и 21 санитарный автомобиль. Одним из главных приобретений этого года является поставка в кардиологический центр двух аппаратов, таких как система сердечного картирования и система электрофизиологическая. Общая стоимость этих двух аппаратов составляет 177 миллионов тенге. Ранее все пациенты с нарушениями ритма отправлялись по квоте в научно-исследовательские центры Алматы и Астаны. Прежде чем купить новое оборудование, нужно убедиться в наличии специалистов, которые могут на нем работать. И насколько аппарат будет востребован, считают члены комиссии. Сейчас дорогостоящие устройства не везде используют эффективно. Мы посетили первую городскую больницу на существенную сумму 126 миллионов тенге закуплено медицинское оборудование. Из них УЗИ аппарат 40 миллионов 900 тысяч тенге. Значит, при нашем осмотре, проверке, осмотре журнала работает кабинет УЗИ на полуставки. Мы были после двух часов, кабинет уже был закрыт. В соответствии с журналом примерно 5-6 исследований в день. Это, конечно, крайне мало. Для сравнения, в УЗИ кабинет областной больницы не менее 30 исследований. И таких примеров немало, отмечают партийцы. Отношение к покупке оборудования в некоторых медучреждениях нужно пересмотреть. Например, вместо аппарата экспертного класса приобрести устройство чуть проще и дешевле. Обсудили и планы на будущий год. Особое внимание в 2018-м нужно уделить здоровью школьников. По статистике, сейчас половина молодых людей призывного возраста нуждается в лечении. А это недоработка именно детских врачей. Александра Солминарус, Таунт Леужанов, Новости МТРК.